Многие, видя сковородку, хватаются за голову и начинают вопить о том, что это же вредно, что канцерогены, пятое, десятое, по-моему, им лучше заняться больше спортом, чем чтением непонятной литературы. Для того, чтобы сохранить здоровыми почки, я стараюсь пить в течение дня достаточно много воды. Когда потребляешь много белка, очень важно потреблять также много воды. В течение дня я стараюсь выпивать 5-6 литров воды. В течение дня я стараюсь поспать часок-другой и ночью стараюсь, чтобы мой сон был не меньше 8 часов. Не всегда, правда, это получается, но это то, к чему я стремлюсь, потому что ночной сон очень важен для восстановления, прежде всего, нервной системы, потому что все виды перетренированности, они связаны, прежде всего, с недовосстановлением нервной системы. Мышцы могут восстанавливаться достаточно неплохо, но если ваша нервная система не восстановилась, то это тормозит очень сильно ваш прогресс в спорте. Ну и вообще, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно хорошо, полноценно спать ночью. Мой рацион состоит из жирных продуктов с высоким содержанием белка. Вы здесь не увидите привычных диетических продуктов в виде куриных грудок, яичных белков. Я питаться буду куриными бедрами, говядиной, красной жирной рыбой, целыми яйцами, рисом и большим количеством овощей. Основная моя задача на кухне – это приготовить так, чтобы это было все съедобно и вкусно. Мне нравится готовить куриные бедра на гриле, но перед этим я их посыпаю специями, солю и выкидываю на решетку гриль. Ничего сложного в этом нет, важно подобрать правильные специи, умеренно посолить. И минут через 20 бедра уже готовы. Достаточно важно, чтобы ваше количество белка поступало в организм равными порциями. То есть, если вот, допустим, мне нужно съесть 450 грамм белка за день, то разделив это на 8 приемов, получится 56 грамм белка. Почему так и не иначе? Дело в том, что если мы в какой-то прием съезде едим меньшее количество белка, в другой нам нужно съесть гораздо больше. А когда мы съедаем много белка, его переварить и усвоить достаточно тяжело. Поэтому лучше разгрузить пищеварительную систему и каждые 2 часа есть понемногу, понемногу условно, но через равные промежутки времени и час. Пока готовятся куриные бедра, я буду делать говяжий фарш на сковородке. Некоторые путают тушение с жаркой. Жарка это процесс приготовления продуктов именно в жирах, то есть когда продукт полностью находится в жире. Будь то растительный жир, растительный жир это масло, либо в животных жирах. Для приготовления жир говядины я использую небольшое количество масла, просто лишь для того, чтобы смазать сковородку. И это самое предотвращает пригорание фарша к сковороде. Пока нагревается сковородка, я поставлю варить рис. Очень удобная вещь мультиварка. Насыпал нужное количество риса, залил воды, нажал кнопку и процесс идет без нашего участия. Сейчас в день не нужно 300 грамм риса. Это как раз и даст все самые нужные 200 грамм углеводов. Рис я готовлю в соотношении с водой 1 к 1,5. То есть на 1 часть риса я использую 1,5 части воды. То есть на 300 грамм у меня должно уйти 450 миллилитров воды. Когда используешь такие пропорции, рис получается рассыпчатый, его получается немного и его легко съесть. Сковородка нагрелась, виден избыток масла. Я его выливаю, слегка уменьшаю огонь. И уже заранее взвешенный говяжий фарш я высыпаю на сковороду. Происходит такой процесс тушения. Фарш я делаю сам. Я покупаю хорошего качества говядину и на мясорубке перекручиваю. Это важно для того, чтобы быть уверенным в том, что вы используете говядину надежащего качества. Пока готовятся все эти продукты, я займусь рыбой. Рыбу я буду солить. Почему именно форель или лосось? Все по той же причине, что это жирная рыба. Немного жира, который мне нужен. И много животного полезного белка, который полноценный. И обеспечивает рост нашим мышцам. Я покупаю форель на шкуре и самостоятельно солю. Это позволяет мне контролировать уровень соли потребляемой. И также я уверен в качестве рыбы. Если вы нарежете крупными кусками, то солиться рыба будет немножко дольше. Чем меньше куски, тем легче и быстрее она солится. Достаточно удобно готовить еду сразу на несколько дней. Допустим, фарш и рыбу я делаю на несколько дней. Фарш на 2 дня, а рыбы на 3-4 дня. Потому что не очень хочется стоять каждый день у плиты. Одно дело приготовить рис в мультиварке каждый день и яйца. А другой день все блюда, начиная от первого и заканчивая последним, готовить каждый день. Фарш потемнел, нету нигде, не видно крови. Это говорит о том, что он уже готов. Его отлично можно есть с рисом и с овощами. Можно просто фарш и овощи. Легко съесть большое количество и легко он усваивается. И про скорость приготовления говорить не приходится. Вы видите, что он делается моментально. Солится рыба достаточно просто. Берется соль и умеренное количество добавляется в рыбу. Вот и все. Она постоит, немного посолится. И потом я уже спустя час-два попробую на вкус. Если она недостаточно соленая, я просто добавлю соль. Все продукты уже готовы. Кроме куриных бедер. Их нужно перевернуть. И еще подождать минут 5. И они будут также готовы. Вот этот куриный жир, который сводит с ума диетологов. Которого все стараются избежать. Нам лишний жир также не нужен. Нам нужно столько, сколько нужно. Это 225 грамм. Ни больше, ни меньше. Достаточно часто люди пишут мне сообщения. И говорят о том, что они едят очень много. И при этом не растут. Все вот эти вот вещи мне очень сомнительно слышать. Потому что если вы едите достаточно, то вы будете набирать вес хотя бы за счет жира. И при детальном рассмотрении рациона оказывается, что в общем-то не так уж много они едят на самом деле. Сейчас мы покажем, что такое много. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»